Насыщенная развлекательная программа В течение всего дня в парке работали игровые и спортивные площадки, проходили презентации. Каждый желающий посетил выставку изделий декоративно-прикладного творчества, принял участие в мастер-классах. Работала также экспозиция книг и периодики из фондов Центральной библиотеки имени Макаемка, посвященная Году молодежи. Основной интерес у школьников вызвала площадка, организованная Гродненским областным управлением МЧС. Ребята здесь смогли увидеть аварийно-спасательную технику, проверить свои знания по основам пожарной безопасности, а также познакомиться с кинологической службой ведомства, в частности с двумя ее питомцами – лабрадорами Альфой и Ромео. Интересную программу подготовила сегодня Гродненцам и областная федерация спортивного ориентирования, представители которой недавно вернулись с престижных международных стартов по ультрамарафонским горным дистанциям. Соревнования проходили в Италии, Швейцарии и Франции. Мы выступали на дистанции 100 километров. Эти соревнования входят в рейтинг одних из самых престижных в мире. Здесь приезжают, как профессионалы выступают, такие любители со всего мира. Географию можно представить из 80 стран. На нашей дистанции бежало 1900 участников, регистрировалось, добежало чуть меньше полутора тысяч. Увы, гродненские спортсмены были единственными, кто выступал за Беларусь на этих соревнованиях. Даже если сравнить представительства стран того же бывшего Советского Союза, то есть представителей Украины было тоже двое. Представителей России, по-моему, было 11. То есть специфика горных дистанций, она требует особой подготовки. И ребята готовились больше, чем год. Для того, чтобы заявиться на эти соревнования, им нужно было в прошлом году пробежать горную 100-километровую дистанцию в Польше. К слову, сегодня в парке имени Желебьера можно было не только отдохнуть, но и совместить приятное с полезным. Мальчишкам и девчонкам была предоставлена возможность записаться в спортивные школы, а также в кружки и секции учреждений дополнительного образования. Юлия Абдрашитова, Андрей Шмыгин, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...